В небольшом городе жил один молодой человек. Он был студентом по изучению шариатских наук и приехал из отдаленной деревни, и в этом городе у него не было ни родственников, ни настоящих друзей. В свободное от учебы время он работал везде, где только можно было, но городок сам по себе был небольшим и постоянной работы там не было. На те небольшие деньги, которые ему удавалось заработать, парень оплачивал комнату в общежитии, а на продукты средств практически не оставалось, и бывало он ничего не ел по несколько дней. И однажды он почувствовал, что если он не съест хоть что-нибудь, то умрет. Тогда он подумал, наверное, я имею право съесть какую-нибудь падаль или даже украсть, ведь я уже умираю от голода. И он отправился бродить по узким улочкам старого города в надежде найти хоть кусочек еды. Улицы городка были узкими и кривыми, а балконы домов почти соприкасались, так что можно было легко залезть на крышу и пробраться в чей-нибудь дом. Забравшись на одну из крыш, бедный студент заметил каких-то женщин и в страхе перед Аллахом отвернулся. Но тут его взгляд упал на пустой дворик, в котором стоял сводящий с ума запах вкусной еды, а на столе стояла закрытая кастрюля. Не теряя ни минуты, парень спрыгнул во двор и, подбежав к кастрюле, поднял крышку. Там томились вкуснейшие фаршированные баклажаны. Забыв о том, что они горячие, парень схватил один из них и надкусил его. И тут разум вернулся к нему. Как же так? Я, студент шариата, врываюсь в чужие дома, чтобы украсть еду. И, бросив надкушенный баклажан, студент побежал в мечеть просить прощения у Аллаха Субхана Ватааля. В это время в мечети местный имам проводил лекцию. Парень, почти теряя сознание от голода, прислонился спиной к стене и начал слушать имама. Когда люди разошлись, студент увидел женщину в паранже, которая подошла к имаму и стала тихо расспрашивать его о чем-то. Имам огляделся вокруг и, не увидев никого, кроме бедного студента, подошел к нему и спросил, не хочешь ли ты жениться? Едва живой студент прошептал с улыбкой, я умираю от голода и у меня нет еды, как же мне жениться? Имам ответил, не переживай, эта женщина ищет мужа. Несколько лет назад она стала вдовой и спустя некоторое время купила дом в нашем городе и переехала сюда. Она живет одна и совсем чужая в этой местности. Она желает выйти замуж, чтобы не быть одинокой и не стать объектом вожделения разбойников и насильников. Так ты согласен? Настойчиво спросил имам. Конечно да, ответил студент. Тогда имам дал немного денег парню, а тот передал их женщине в качестве махра и имам прочитал никях. Бедный студент и женщина, взявшись за руки, направились домой. Дома женщина сняла паранжу и перед парнем предстала очень красивая девушка. Она спросила его. Ты голоден? Да, ответил парень. Тогда она подняла крышку кастрюли и удивленно воскликнула. О Аллах, кто-то надкусил баклажан. И тогда ее муж громко разрыдался и рассказал свою историю. Женщина воздала хвалу Аллаху и воскликнула. Вот плоды верности Аллаху, свят тот, который воздал тебе заброшенный кусочек греховного баклажана красивой женой и большим домом. Уважаемые братья и сестры, хочу выразить слова благодарности вам за то, что смотрите данный канал. Без вас у меня уже давно опустились бы руки. Спасибо вам. А также хочу попросить постоянных зрителей, которые смотрят видео без подписки, подписаться на канал, поставить лайк, ведь в будущем будет еще очень много интересного и поучительного.